МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно столько же времени есть и у дорожных служб, чтобы привести в порядок участки магистралей. А еще поторопиться нужно рабочим, которые строят новые или обновляют уже существующие скверы. В городе идет подготовка и к масштабному фестивалю спорта Гольфстрим. Разминкой для него стал День физкультурника. Об этом в новом выпуске программы Городские хроники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта дорога на улице Скальной – важная транспортная артерия для всего микрорайона. Нагрузка на нее велика. По словам местных жителей, минимум два раза в день здесь проезжает почти каждый из них. Поэтому все неровности и ямы на магистрале они еще недавно знали буквально наизусть. Но теперь проезжая часть и тротуар стали совсем другими. Хотелось бы отметить, что вот я прошла по объекту, все выполнено практически полностью. Осталась только вот проезжая часть по Скальной 5. Работы выполнены, и нужно отметить, что обращается внимание на качество. Как проверяется качество? Качество, пробы отбираются, отправляются в лабораторию независимую, и там уже проверяется и не только на химический анализ, но и технический анализ. Поэтому нужно заверить мурмачан, что, скорее всего, если будет что-то с качеством, то не будет принята эта работа. Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подразумевает комплексный подход к ремонту проезжих и пешеходных сообщений. Помимо асфальтобетонного покрытия, рабочие устанавливают новые ограждения, обустраивают островки безопасности. Всего в рамках нацпроекта в Мурманске будет отремонтировано 27 объектов. На десяти объектах работы завершены полностью, остальные объекты на четырех объектах у нас завершены работы по устройству стольтопетонного покрытия. Проезжие части остались работы по тротуарам. На девяти объектах у нас ведутся подготовительные работы к устройству покрытия. Это разборка конструкции, установка бортового камня, демонтаж. И остаются у нас два объекта, это Героев, Североморцев и Проект Нагорный. И к ним мы должны приступить где-то в конце этой недели. Согласно утвержденному плану, все работы должны быть завершены уже к концу августа. В Мурманске обновляют не только дороги, но и парки. В прошлом году на улице Шабалина появился исторический сквер с зоной отдыха. Комфортные скамейки привлекают молодых мамочек с колясками со всего микрорайона. Вот только тем, у кого малыши немного подросли, не хватало детских площадок. Администрация города решила пойти навстречу жителям. В этом году мы продолжаем ремонт. Вот наше учреждение парки сквера, вы видите, самый такой вот, работают такие подготовительные. Здесь будет в первую очередь детская площадка, потому что она очень нужна, так как много. И здесь отдыхают люди с детьми. А самое главное, жители опять-таки говорили о том, что нужна детская площадка. Строители пока еще только разровняли основания под установку конструкции. То, как будет выглядеть городок, можно оценить по эскизам. В этом году во время голосования жители всего города также смогут выбрать проекты благоустройства, где появится следующая зона отдыха или обновиться уже существующая, решать горожанам. Может быть, кто-то посчитает, что зачем мне эти уличные тренажеры, пускай будет побольше скамеечек или, может быть, велодорожка. Поэтому здесь конкретно речь идет уже не о создании этой зоны объекта, а о усовершенствовании этой зоны объекта, что необходимо дополнить по их мнению. Северяне смогут проголосовать за новые объекты и улучшение уже существующих в единый день голосования. 8 сентября на всех счетных участках, которые будут располагаться рядом с избирательными. Еще один объект участник программы формирования комфортной городской среды – двор по адресу Верхнеростинское, шоссе 3. Ремонт здесь на начальном этапе. Пока рабочие успели только демонтировать старый бортовой камень и асфальт. Здесь появились непредвиденные работы со стороны владельца инженерной коммуникации, можно сказать, канала. Поэтому сейчас решаем вопрос увязки работ, их работы и работы подрядчика. Видим, что трубы завезены для замены, будем форсировать события. Несмотря на возникшие трудности, ремонты должны закончить до конца октября. Проследить за ходом работ приехал депутат городского совета и директор 56-й школы Ирина Малюк. Я очень и очень рада, как депутат и как директор школы, что в разработке проекта по благоустройству этого двора принимали участие сами жители этих домов 3, 5 и 7 по Верхнеростинскому шоссе. Во дворе заменят асфальт и установят освещение, благородят зеленые зоны. В Мурманске продолжается реализация программы «Теплое окно». Еще в 23 детских садах этим летом появятся новые оконные блоки. Детский сад номер 140 посещают почти все малыши микрорайона улицы Орликовой. Впервые он открыл двери для дошколя 1988-м. И с тех пор окна в здании не меняли. Мы очень рады, что продолжается программа по замене «Теплого окна». В этом году и у нас во всем учреждении заменяют все оконные блоки. Я думаю, что ко второму сентября все работники успеют сделать этот ремонт. И мы с удовольствием примем наших воспитанников. И нашим воспитанникам будет тепло, комфортно и уютно в нашем детском саду. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманске посетил учреждение, чтобы проверить ход выполнения работ. Игорь Морарий остался доволен ремонтом. У нас комплексный подход. Это и полный замена окон. Мы привезли землю сюда. Замечательный коллектив. Они уже посадили. И ромашки, и рябины. Еще ограждения отремонтировали. Ну, в общем, посмотрели. Все идет достаточно в графике. Пока нареканий никаких к рабочим нет. Программа «Теплое окно» существует в Мурманске с 2014 года. За это время в образовательных и дошкольных заведениях заменили более 10 тысяч оконных блоков. Заменили старые окна на новые стеклопакеты и в детском саду номер 7. Сделать это удалось благодаря программе «Теплое окно». У нас здание довоенной постройки 1939 года. Окна не менялись с 1939 года, поэтому мы очень нуждались. Мы очень рады, что они у нас появились. Педагоги рады такому обновлению. Теперь в группах не будет сквозняков, а значит малыши будут меньше болеть. А чтобы не повредить стеклопакеты в физкультурных залах, установили специальные защитные сетки. Садик номер 7 довольно необычный, но располагается сразу в трех корпусах. Здесь заменены оконные блоки уже под бум-адресом. Это Ленина 66 и Ленина 78. В 2020 году планируется замена в третьем здании. Это на Егорово 2. 12-й филиал Центральной городской детской библиотеки временно закрыт для читателей. Снаружи и внутри кипит работа. Мастера собирают современную мебель и необычную конструкцию, которая напоминает подиум. Здесь ребята смогут располагаться во время занятий, проводить открытые чтения или даже устраивать театральные постановки. Вы даже сами пришли и обратили внимание, что это не так, как обычно приходишь в библиотеку. Серое унылое, библиотекарь в очках, какие-то стеллажи, полки и пыльные книги. Вы все зашли и увидели сразу, что это яркие цвета, это интересные какие-то варианты размещения мебели, книг. Это еще будет у нас, кстати, тоже такой сюрприз, много интересных технических для детей. Новинок, конструкторы, лего, шлем виртуальной реальности у нас здесь будет. То есть игровые приставки. Мурманский дизайн-проект под названием Доброжелательная библиотека стыл победителем национального конкурса в рамках проекта «Культура». Поэтому неудивительно, что каждый сантиметр учреждения продуман. В нем не будет традиционного деления на абонемент и читальный зал. Вместо этого воплотят идею зонирования. Конечно, здорово. Вот то, что мы даже увидели, уже видно. Посмотрите, какая цветовая гамма. Особенно в нашем Кольском заполярье сейчас наступит полярная ночь, и лето нас не балует солнышком. Мы, когда приходишь, вот такой очень уютный, очень теплый, очень такой гармоничный, спокойный, такой цвет нас встречает, такая обстановка, действительно здесь хочется задержаться. А если мы обязательно придем на открытие... В ближайшее время на фасаде здания установят тематические панели, и с улиц и филиал будет выглядеть как книжная полка с яркими детскими изданиями. Самое главное, что такая современная, оснащенная по последнему слову техника библиотека будет доступна каждому ребенку, независимо от состояния здоровья, материального положения и социального статуса. Осенью в Мормонске, помимо прочего, стартует и масштабный фестиваль спорта «Гольфстрим». Разминкой для него стал День физкультурника. Юбилейный праздник открывает спортивный парад. Круг почета проходят спортсмены, коллективы детских садов и мормонских организаций, люди с ограниченными возможностями здоровья. Малыши на беговелах. Этот день своим праздником, по мнению депутата Гурсовета Олега Ноздрачева, может считать каждый, кто выбирает здоровый образ жизни. Мне этот праздник очень нравится, потому что я сам к нему имею самое прямое отношение. И спортсмен, и физкультурник активный, и понимаю преимущества здорового образа жизни. Что очень радует, что сегодня есть возможность здесь заниматься. Сегодня есть спортивные сооружения, и город в этом отношении настолько взял высокую планку. Очень много сегодня реконструировано и отремонтировано именно спортивных дворовых площадок. Есть где заниматься. За последние годы в областном центре реконструировано или построено с нуля 136 детских площадок. Ведется обновление спортивного комплекса «Авангард», модернизация «Снежинки» и все эти объекты любимы и востребованы. Мурманск можно смело назвать спортивным городом, ведь здесь кататься на велосипедах детям начинают порой даже раньше, чем уверенно ходить. Участник и беговел клуба «Северный ветерок» тому яркое подтверждение. В городе Мурманске очень большие традиции по его проведению, и очень мило моему сердцу видеть ветеранов спорта сегодня. Кто-то идет с палочкой, но приходит на стадион. Кто-то, здравый и бодрый, еще выступающий в соревнованиях среди ветеранов, возглавляет этот парад. Очень мило сердцу моему видеть сегодня дошкольников. Это та надежда мурманского спорта. На центральном стадионе профсоюзов мурманчане разминались, играли в футбол, бегали и смеялись. Зрелищным событием на празднике стала экстремальная эстафета, организованная главным управлением МЧС России по Мурманской области «Пожарная тяга». Чтобы преодолеть испытания, нужно было справиться с пожарной лестницей, перекатить огромную автомобильную покрышку, поднять рука весом более 100 кг, прокрутить вокруг своей оси квадроцикл, который весит без малого полтонны, несколько раз перевернуть отечественную легковушку и протащить пожарную машину. Все здорово. Думали, будет сложнее. Эстафета достаточно несложная. На одном этапе можно работать, можно добавлять. Есть чему еще стремиться и где убирать. Для огнеборцев такие упражнения, конечно, не в новинку, ведь долг обязывает и выбивать двери, и переворачивать автомобили, и таскать тяжести. Поэтому шестерка спасателей справилась с эстафетой быстро и без заминки. Но принять участие в пожарной тяге вызвались еще четыре команды. Самое сложное, с моей точки зрения, это как раз разделить нагрузку. Допустим, перекладка пожарных рукавов. Вроде бы наиболее простое. Вместе с тем, если команда четко распределяет свои обязанности и нагрузку, это препятствие проходит быстрее. Если нет, то как раз здесь теряются драгоценные секунды. По итогам состязаний сборная МЧС заняла первое место, второе – команда «Партизаны». Запкнула тройку лидеров сборная СРЗ «Звездочка». Следующая пожарная тяга состоится уже 7 сентября на Международном культурно-спортивном фестивале «Гольфстрим». Продолжение следует...